Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Президентом Абхазии избран Аслан Бжани. Центр избирком республики обнародовал первые официальные данные подсчета голосов на президентских выборах. Аслан Бжани набрал 56,5% голосов, сообщил на брифинге в международном пресс-центре глава ЦИК Томас Гоги. Ну а советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов на пресс-конференции в «Спутник» дал оценку исходу президентских выборов в республике. Слово Ильяна Регилаян. Предварительные итоги повторных выборов президента Абхазии объявил председатель ЦИК на пресс-конференции утром 23 марта. Томас Гоги ознакомил журналистов с цифрами. Всего избирательными комиссиями было получено 131 325 бюллетеней. Погасили из них 36 215. Общее число избирателей, внесенных в список – 132 916. Избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110. Что составляет 71,56 процента явки. Число голосов, поданных за кандидатов в президенты Ардзинба Адгура Амирановича – 33 686, что составляет 35,42 процента. Общее число голосов, поданных за кандидатов в президенты Республики Абхазия – Жаня Аслана Георгиевича – 53 741, что составляет 56,5 процента. Общее число голосов, поданных за кандидатов в президенты – Лябщба Леонида Юрьевича – 2 114, что составляет 2,22 процента. Седьмое. Общее число голосов, поданных за кандидатом в президенты – 1 666. Общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3 902. Уважаемые дамы и господа, на основании статьи 18 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила 1 считать избранным президентом Республики Абхазия Жаня Аслана Георгиевича, набравшего 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Второе. Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Гумба Бадро Зурабовича. Томас Гоги отметил, что окончательные итоги будут объявлены во вторник, 24 марта. Также в пресс-центре «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция представителей посольства России в Абхазии. Они рассказали об итогах мониторинга за выборами президента Абхазии. Как вы знаете, в связи с невозможностью представителей Совета Федерации, Государственной Думы и Центральной избирательной комиссии России прибыть в Абхазию из-за пандемии коронавируса, организовать наблюдение за выборами президента Абхазии было поручено посольству России. При помощи наших коллег из МИД Республики мы аккредитовали в ЦИК Абхазии 8 наших наблюдателей, которые посетили несколько десятков избирательных участков в Сухуме, а также в Сухумском районе, в Гагрии, в окрестностях и в Гульрипше. Нигде существенных нарушений выявлено не было. Наблюдатели отметили чёткую организацию процесса голосования, высокую явку, где-то даже были очереди, и положительный настрой членов комиссии избирателей. Наших наблюдателей, прошу прощения, везде встречали радушно и открыто. Также известно, что пресс-конференция избранного президента Аслана Бжанья пройдёт 24 марта в Международном пресс-центре Центра избиркома. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазии премьер-министр Валерий Бганба встретился с избранным главой государства Асланом Бжанья. Открывая встречу, Валерий Бганба поздравил Аслана Бжанья. Аслан Георгиевич, от всей души поздравляю вас. Народ Абхазии поверил в вас, увидели ваши возможности. Пусть ваши возможности в строительстве государства и помощи народу только возрастают. Желаю вам в этом деле только удачи. В свою очередь Аслан Бжанья отметил. В рамках встречи Валерий Бганба и Аслан Бжанья также обменялись мнениями по общегосударственным вопросам. Обсудили первоочередные задачи, стоящие перед правительством. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжанья с избранием на пост президента Республики Абхазии, сообщается на сайте Кремля. Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством вашего высокого авторитета среди соотечественников, говорится в сообщении. Путин отметил, что готов к совместной работе с Бжанья по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений, рассчитывая, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене, говорится в тексте поздравительной телеграммы Путина. От Гурардзинба, набравший в ходе выборов 35,42% голосов избирателей, обратился к гражданам Абхазии. Дорогие сограждане, завершились повторные выборы президента. Я, как один из кандидатов, хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принял участие в голосовании. Вы выполнили свой гражданский долг. И именно благодаря всем вам выборы прошли в спокойной и цивилизованной атмосфере. Мы один народ и в очередной раз продемонстрировали всему миру свою культуру и самобытность. Отдельно хочу выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал нашу команду. Для нас это большая ответственность и мы сделаем все, чтобы не подвести ваше доверие. Мы, безусловно, продолжим свою политическую деятельность, направленную на созидание и защиту национальных интересов. Желаю мира, добра и благополучия всему многонациональному народу Абхазии. Спасибо. 23 марта Леонид Дябшба поздравил избранного президента Аслана Бжани с победой на выборах. Штаб кандидатов президента признает итоги выборов, которые огласил Центр избирком Абхазии. Просматриваем прошедшие выборы как закономерный итог свободного волеизъявления народа Абхазии, способствующий преодолению внутренних разногласий, поиску решения насущных проблем и дальнейшему развитию всех государственных механизмов. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии в связи с прошедшими выборами президента республики. При этом Министерство иностранных дел расценивает упорное нежелание ряда западных стран, уважает суверенный выбор народа Абхазии как заведомо предсказуемый и необъективный набор пропагандистских клише, свидетельствующих о болезненной склонности к непризнанию сложившихся реалий и стремлению к вмешательству во внутренние дела республики. Первый посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев прокомментировал повторный выбор президента Абхазии. Я еще все скажу в апреле в Сухуме, но о главном не могу промолчать. Сегодня великий день, главный виновник, конечно, Аслан Георгиевич. Спасибо ему, его настырности, его генетике, его мудрости и уму. Он на сегодня реально лучший политик в Абхазии. Спасибо Александру Золотинсковичу. Он должен был вернуться, чтобы 27 мая 2014 года кануло в лету. Он должен стать премьером, потому что он строитель. Никто до него и после него не строил столько, сколько он. Спасибо от гуру Ардзенба за то, что быстро и интеллигентно признал победу соперника. В этом залог будущего единства. Спасибо многонациональному народу Абхазии. Вы все-таки все решили сами так, как я. К неудовольствию некоторых чиновников в Москве и Сухуми имел наглость говорить. Написал Семен Григорьев на своей странице в Фейсбук. Общественная палата Абхазии поздравляет Аслана Бжани с избранием на пост главы государства и желает ему удачи и настойчивости в выполнении предвыборных обещаний. Поздравление также отмечается. Поздравляем весь народ Абхазии с тем, что выборы прошли спокойно и надеемся, что наступает период стабильности. Достоинство, с которым от гуру Ардзенба поздравил Аслана Бжани с победой и озвучил, что они готовы помогать новой власти, внушает надежду и уверенность в консолидации сил. Граждане рассчитывают на перемены и готовы поддержать новую власть в наведении порядка. 22 марта 2020 года уже вошло в историю Абхазии как день, когда народ республики в ходе голосования сделал свой осознанный выбор, выбор настоящего и будущего своей страны. Эти выборы, по мнению большинства экспертов, стали одним из самых организованных и демократичных плебисцитов. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Марьяна Котова. По предварительным итогам голосования народ Абхазии выбрал своим президентом Аслан Абжани. Пожалуй, это был самый спокойный день выборов за последние 15 лет. Абсолютно все участки открылись ровно в 8 утра. Количество международных наблюдателей президентские выборы 2020 года похвастаться не смогут, но в условиях всемирного карантина присутствие представителей Южной Осетии и Приднестровья уже можно считать большой удачей. В прежние разы было очень много различных делегаций. Сейчас поменьше, но от этого выбора, я уверен, не пострадает, потому что мы знаем, что выборы в Абхазии проходят всегда организованно, проходят прозрачно достаточно. И вот сегодня мы убедились, побывали уже несколько, на восьмик даже участках с утра и на открытии. И так люди голосуют, и мы убедились, что они особо ничем не отличаются от прежних выборов, которых мы посещали в прошлые разы, разве только наименованием, что это внеочередные выборы. Никто из международных наблюдателей не выразил и толики сомнения, что выборы проходят в демократическом духе. Мультимедийный пресс-центр обеспечивал работу абхазских, юго-осетинских и российских журналистов. Каждые два часа председатель Центральной избирательной комиссии объявлял данные по явке. Руководители силовых структур докладывали об обстановке в стране в прямом эфире государственного телеканала. Необходимо отметить, что во время избирательной кампании и сегодня в течение дня режим работы сотрудников прокуратуры республики был переведен на усиленный режим в тесном взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел и службы государственной безопасности. За все это время каких-либо заявлений об обращении в органы прокуратуры не поступало. Минздрав обеспечил избирательные участки средствами защиты от коронавируса. Специальными лампами для обеззараживания воздуха. На входе в комнату для голосования у избирателей была возможность обработать руки антисептическим средством. Всем членам участковых избирательных комиссий раздали перчатки и маски. Но не все ими пользовались. Ну вот вы видите, большинство избирателей, они все в перчатках. Но некоторые не могут в масках работать. Поэтому они без масок. У нас все имеют маски с собой. У нас вот здесь есть антисептик. Все избиратели, которые заходят, они обрабатывают руки. Мы им помогаем, говорим, видят. Вот у вас нас здесь висит. Наблюдатели от штабов также отметили, что голосование проходило в спокойной атмосфере, без единого замечания с их стороны. День проходит замечательно. То есть вовремя открылся участок избирательный. Никаких нарушений, нареканий нет. Все очень спокойно обстановке. В 20.00 начался подсчет голосов. Сначала погасили неиспользованные бюллетени. Подсчитали общее количество, а затем разложили по стопкам. Три за кандидатов, четвертая против всех и испорченные бюллетени. Наблюдатели оперативно передавали информацию с участков штаба кандидатов. Здесь велась своя статистика. Примерно в 22.30 стало понятно, что в президентской гонке выигрывает Аслан Бжания. Штабе от Гур-Арденба настроение было совсем другим. Но сам кандидат, как только узнал предварительные результаты, поделился своими эмоциями с журналистами. Результаты предварительные, они известны. Аслан Георгиевич по предварительным данным одержал победу, с чем я его и искренне поздравляю. И его команду тоже. Это нормальный результат. Аслан Георгиевич опытный политик. Я очень надеюсь, что Аслан Георгиевич в те тезисы, которые у него заложены в программе, они будут реализованы в жизни. А мы будем только помогать. После пресс-подхода Арденба отправился прямиком в штабах Аслану Бжания, чтобы поздравить его с победой. Будем трудиться на пламя Абхазии. Аслан Бжания, в свою очередь, подчеркнул, что говоря об этих выборах, он не хочет пользоваться терминами победителей, проигравшие. Так как для развития республики необходимо сложение всех профессиональных сил. Я счастлив с тому обстоятельству, что вот так вот кандидаты, на моей памяти, это, по-моему, первый раз. Ну, все все... Да, это уже хороший шаг. И я надеюсь на то, что мы сделаем много хороших, добрых шагов впереди еще. Итого всем гражданам большое спасибо. Вы все наши граждане. А мы всегда это будем помнить, и этим руководствует ЦИКУ ДАРАЗа. Леонид Забжева в этот вечер отказался от общения с журналистами, но его пресс-секретарь передала, что штаб кандидата Забжева поддержит результаты голосования, какими бы они ни были. 23 марта ЦИК объявил результаты выборов. Инаугурация президента, согласно законодательству, состоится через 30 дней после оглашения окончательных результатов. Марьяна Котова, Сосрыква-Гухава, Эдуард Таракелян, Абаза-ТВ. Кто бы ни был избран президентом Абхазии, у него очень серьезные проблемы. Серьезные проблемы не у него, а у Абхазии в целом. К этим проблемам я отношу то, что абхазское общество, особенно активная его часть, расколото. И это факт. Значит, президент должен проявить способности найти путь к людям, которые его не поддержали в ходе выборов, отметил в интервью спутник, первый заместитель, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В этом отношении я бы отметил опыт Сергея Багабш, который в свое время в результате очень конфликтных выборов стал вторым по счету президентом Абхазии, но, как мне кажется, проявил выдающиеся способности примирения и способности сделать из своих врагов друзей. Вторая проблема – это переоценка Абхазии путей, способов строительства государства, законов, которые необходимы для этого принятия. Отношения с Россией, безусловно, тоже, сказал Затулин. Выборы позади коронавирусу порога. Так называется публикация известной писательницы, члена общественной палаты Абхазии Надежды Венедиктовой на страницах интернет-издания «Саркинфо». Здесь она, в частности, пишет, в ближайшее время наша основная проблема – это поставить борьбу с коронавирусом грамотно, опираясь на уже известные ошибки достижения других стран. Без паники наше общество должно забросить в кусты пофигизм и рассуждений типа «зараза к заразе не прилипает». Многие страны уже поплатились за свое начальное легкомыслие рассчитывать на то, что коронавирус не зайдет в Абхазию – ошибка. Вся журналистов Абхазия рекомендует на своей страничке в сети Facebook. Как журналистам работать во время пандемии и карантинов и как не стать источником паники, расскажет портал сделано.медиа. Здесь собраны все главные советы, инструкции для представителей СМИ, работающих в непростых условиях. Вот основные из них, подробнее о которых вы можете узнать на самом сайте. Ищите экспертов, которым можно верить. Используйте данные, но уточняйте их. Описывайте события, истории, варианты тем во время пандемии. Не манипулируйте иллюстрациями. Не публикуйте фейки. Информация правоохранителей. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства жителя города Гудаута, героя Абхазии Валериана Айба. Говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры. Убийство было совершено 23 марта примерно в 9 утра, когда Айба выезжала из своего дома. В результате автоматической стрельбы из неустановленного оружия Айба получил несовместимое с жизнью ранение, сообщили в ведомстве. Преступнику удалось вскрыться с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия и об убийстве. Расследование поручено следователю прокуратуры Гудаутского района. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мизана Зухба, который подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников милиции и незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте городского суда. Зухба арестован на два месяца до 16 мая включительно. Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней. Дело в отношении Зухба Сухумская прокуратура возбудила 17 марта. По нему также проходят Айнар Зухба, Аслан Зухба и Гарри Авицба. Мизан Зухба был задержан 16 марта после ночной милицейской погони со стрельбой, которая началась в Сухуми и продолжилась в близлежащих селах. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, во вторник 24 марта в республике переменная облачность без осадков. Ночью утром возможен туман. Температура воздуха ночью 9, днем до плюс 16. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте Абаза.ТВ. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!